Москвичи, будет весну! Сегодня в столице начинается фестиваль «Московская масленица». Блинный марафон продлится 10 дней. За это время гаража не попробует то на угощение. К празднику уже всё готово. Сегодня ночью на Тверскую привезли главный символ весны. Затем, как это было, наблюдал наш корреспондент Дмитрий Цветов. Отдамы с пустыми ведрами, несмотря на все приметы, ждут только хорошего. Это один из символов предстоящей масленицы. И уж если она появилась в центре Москвы, значит весна совсем скоро. Вслед за празднично одетыми людьми Тверской бульвар заполняют животные. Правда, фигуры пока не распаковывают. Мало ли что. Слишком много времени и сил ушло на их производство. Человек 12 разрисовывали эти фигуры в течение двух дней. А это уже не один из, а главный символ масленицы. Восьмиметровая скульптура, вырезанная из 30 тонн льда, почти готова. Она не растает даже при плюсовой температуре. Лед особенный, уральский. Работать с таким материалом, по словам скульпторов, одно удовольствие. Это приятно, особенно на Красной площади, когда это стоишь и делаешь. Это в центре Москвы, конечно, это приятно. Всю масленичную неделю скульптура будет сиять разноцветными огнями. А затем с ней придется попрощаться. Таких размеров в Москве скульптура еще не делались, 8 метров, насколько я знаю. Ну и когда мы обдумывали, что же именно сделать, как масленица, и вот решили сделать добрую масленицу в виде красивой девушки с блинами, которая 26 числа будет сжигаться, сжигаться в прямом смысле этого слова. Зрители этого шоу, говорят, организаторы в растопленных тоннах воды не утонут. Лед и пламень будут вместе всего несколько минут, после чего гостей праздника ждет сюрприз. Первый раз мы будем так широко и необычно праздновать масленицу. Это наш такой своеобразный ответ венецианскому карнавалу. Потому что на площадках будут созданы такие костюмированные карнавальные шествия. То есть, когда вы выходите, приезжаете на эти площадки, вы сразу погружаете в совершенно необычную пестную атмосферу. Будут сотни ряженых разных-разных костюмов. Маски из натурального дерева, меховые воротники и украшения из железа и серебра. Костюмы для главной масленичной постановки давно готовы. Вместо приевшихся уже традиционных русских народных гуляний, в этом году в центре Москвы будет, по словам организаторов, реалити-шоу. Славянская фэнтези, эпическая битва между стражами зимы и войнами весны. Взяли на себя роль плохих парней и сделали ледяную крепость, у которой будет своя гвардия, естественно, будет ледяная королева. Ну, а, соответственно, противостоять ей будут скоморохи, войны весны, которые будут ее крепость штурмовать. С угощением на масленицу, как и с развлекательной программой, решили поэкспериментировать. Одних только блинов гостей фестиваля ждет 120 видов. Есть некие модные тенденции, там, безглютеновые, к примеру, блины, либо там, гречишные. Может быть, какие-то, наоборот, из старых рецептов, бурьевские, к примеру. Ну и, конечно же, огромное количество начинок. Плюс к этому, само собой, будут и различные деликатесы продаваться в наших фестивальных шале. Традиционный с семгой сметаной, пожалуйста, черненый бамбуковым углем с брусникой, фейхоа и балканским сыром – не проблема. В разнообразии, как меню, так и развлечений, по словам городских властей, у гостей праздника недостатка не будет. На Манежной площади, например, пройдут зрелищные исторические реконструкции. На площади Революции у Ледяного дворца гостей фестиваля ждут спортивные забавы, хороводы, качели, карусели. На Тверской площади мастер-классы по украшению дома и выпечке блинов. В Новопушкинском сквере все желающие смогут бесплатно взять уроки кулинарного мастерства. Здесь же пройдут детские театрализованные представления. Любители активного отдыха на Тверском бульваре ждет 100-метровый светящийся тоннель. У памятника Есенину сырная эстафета, а в перерывах – глиняная мастерская. На Новом Арбате развлечений не меньше. Здесь и театрализованные шествия, и маскарады, концерты фолк-музыки и двухметровые фигуры художников-авангардистов. Всего в столице начали работать 13 специально оборудованных площадок. Что, где и когда – можно узнать из подробного расписания на сайте mos.ru. Всех с Масленицей! Скоро весна! Дмитрий Цветков, Елена Федотова, Андрей Киркоров и Дмитрий Кураков. Москва, 24.